Так вот это, товарищи крестьяне, ну значит строят яропланы и конечно летают на них по воздуху, но бывает и бабахнет. Дурное дело не хитрое, взлететь взлетел и как бабахнет. Михаил Зощенко, агитатор. И на старуху бывает проруха. Кто бы мог подумать, что и меня заставят делать рецепт, так сказать, малокалорийный для тех, кто не может есть тортики. Ну что ж, для вас, друзья мои, для вас, кто не может есть тортики, сегодняшний десерт, бледная калория, сочувствую. Итак, для бледной калории нам сегодня потребуется одно яблоко, овсяные хлопья, стакан, господи, какое здоровое питание, у меня уже всю мурашками пошло, изюм 50 грамм, тростниковый сахар 3 столовые ложки, вот, это уже больше похоже на мою программу, сливочное масло столовая ложка, ну и пряности пол столовых ложки корицы, мускатный орех пол чайной ложечки, немного соли, стакан молока и бонусом будет волшебный чай, ну про него я расскажу в конце программы. Что ж, пойдемте питаться бледными калориями. Единственное отдушина в этом рецепте для меня это масло, и именно с него я и хочу начать. Масло нам потребуется в этом рецепте топленое, поэтому я его отправляю в духовочку, чтобы оно растопилось, и духовочку, друзья мои, вот сразу ставим, разогреваем до 200, аж 20 градусов. В ней потом будет выпекаться наш десерт. Ну, сам по себе рецепт крайне незамысловат, нам нужно с вами даже чистить яблоко, не надо, нужно его всего лишь разрезать, вынуть из него середину. Отдает наш рецептик английским духом. Я даже хотела поддаться искушению и назвать его банальненько овсянка-сэр. Но, во-первых, рецептик... Сейчас, тут усилие надо. Ну, во-первых, рецептик скорее все-таки овсянка-мем, и адресован он, ну, даже не столько дамам, а людям, которые, как выяснилось, они существуют, эти люди, которые любят смотреть мою программу, но считают, что все, что я готовлю, очень вредно и высококалорийно. Значит, режем их, что называется, кубиками, ну, это не кубики, это, скорее, треугольнички, такие небольшие, и будем их запекать. Ну, коль скоро все-таки корни рецепт имеет английские, могу рассказать вам, что англичане люди все-таки странные. И даже не потому, что они пьют чай с молоком, я пыталась, честно. Кто-то говорит, что это вкусно, я не понимаю, как это может быть вкусно, по-моему, гадость страшная. Ну, в общем, кроме того, что они изобрели вот этот метод чаепития с молоком, люди встают в 7 утра, ну, вот уже ненормальные, и у них в это же время, у них первый завтрак. Что можно съесть в 7 утра? Что туда в тебя влезет? В 7 утра, значит, граждане съедают свою вот эту овсянку, пьют чаек с молоком, потом в час у граждан второй завтрак, ну, неудивительно, я еще удивляюсь, как они до часу протянулись в 7 утра, и как раз во второй завтрак они едят уже достаточно плотно, видимо, это то, что американцы называют ланч, мясо, все там такое. Потом только в 6 часов в полдник, ну, там печенька, чай, тоже ничего серьезного. А обед, друзья мои, обед, когда у всех нормальных людей ужин, аж в 8 часов вечера. Чего, собственно, я об этом заговорила? По большому счету, у нас-то не очень касается расписание граждан Туманного Альбиона, но хочу вам сказать, как я есть существо, любящее путешествовать. Пару раз мне пришлось нехорошим словом упоминать европейцев и англичан в том числе, потому что в большинстве отелей стран, особенно бывших колоний, Франции и Англии, расписание питания крайне похоже на то, что я вам сейчас рассказала. И если еще там завтраки в 7 утра я перенести способна, то меня крайне, как русского человека, понимаете, я нормальный русский человек, я привыкла с часу до трех где-то, уай-ны-де-то так примерно, да, обед. Первое, второе, третье, компот. Ну, ладно, хорошо, первое, второе, компот. Нет, нехорошо, все-таки первое, второе, третье, и только потом компот. Потом ужин. На ужин, значит, уже как-то там всего поменьше, потому что там после шести, там, ну что-то там такое. Что там, съел кабана и спать. А получается в отелях, у них все наоборот. У них обед, о, собственно, мясо и все. А на ужин и суп тебе, и, в общем, какой-то званный обед вместо ужина. Нехорошо. Ну, ладно, простите, пожаловалась вам на свою горькую долю. Смотрите, яблочко покромсали. Сюда высыпаем дальше овсянку, изюм, сахар тростниковый, дальше немножко соли, щепоточку. Дальше специи пойдут. Здесь уже аккуратнее, здесь уже ложкой. Значит, вот корицу. Ну, смотрите, у меня яблок много, поэтому корицу даже где-то у меня почти две чайные ложки. А вот с нашим мускатным орехом хорошо бы не переборщить. Он достаточно терпкий. Здесь вот даже где-то одну треть чайной ложечки. Теперь мы это все сухое перемешиваем. Ну, собственно, из калорийного здесь, друзья, только что пара столовых ложек тростникового сахара. И, помните, мы топили масло. Я бы сказала, калория бледная, но все-таки калория. Поэтому достаем масло. Вот оно у нас растопилось все. Не ухватиться. С маслом надо быть очень аккуратным. И примерно... Ну, столовая ложка по рецепту. Но у меня достаточно много смеси получилось, поэтому где-то пару... Пару столовых ложек топленого масла. Вот даже... Ложка маленькая, так что три. Теперь все это еще раз, нашу смесь перемешиваем. Чтобы масло где-то до сахара вот там дошло. Смотрите, домешала я. Вот у нас такая получилась сухая смесь. Дальше. Берем форму, выкладываем эту сухую смесь в форму. Она рассыпчатая будет, не пугайтесь. Так примерно и должно быть. И ее по форме разравниваем. Я вот даже рукой. Вот теперь эту массу мы заливаем стаканом молока. Причем здесь вот очень важно... Не нужно вот... Я сейчас просто вылью. Скажу перед тем, как вылить, чтобы не размокло все. Пока буду объяснять. Когда вы выльете молоко, очень важно ничего не мешать, не трясти. Вот как вылили, так и вылили. И дальше... Вот я выливаю. И дальше ставим это в духовку на 220 градусов. Да, это такой жаркий рецепт. Рецепт примерно на 20, может быть, 30 минут. Здесь нужно будет после 15 минут уже следить. Молоко должно сначала все впитаться, а потом выпариться. Здесь нужно будет смотреть по... Уже по степени готовности блюда. В общем, наши бледные калории будут следующие 20-30 минут запекаться в духовке. Через 15 минут обязательно нужно проверить, посмотреть, как идет процесс выпаривания молока. И следите, чтобы не пригорело. Может быть, если молоко будет выпариваться достаточно активно, вам нужно будет убавить газ. Для нашего волшебного чая, между прочим, тоже очень здорового, нам потребуется яблоко, но не целиком апельсин, лимон, корень имбиря, горсточка каркаде, изюм, ну тоже примерно горсть, немножко гвоздики и кардамон. Все это дело мы будем с вами складировать в френч-пресс. Ну, давайте начнем с фруктов. Нам нужно несколько долек яблока. Яблоко, причем, не чистим. Опа! Причем, дольки, видите, у меня яблоко крупные, поэтому... Где-то вот давайте половинку возьмем. И такими мелкими, ну, нет, 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 такими средними, вот, чтобы выдавить из него сок. Складываем это все во френч-пресс. Сегодня яблоко и в начале рецепта, и в чае. Мне еще везет, что я не Александр Дюма, которого бедный имел странную очень привычку. Каждое утро в 7 утра, стоя под триумфальной аркой, съедать свежее яблоко. И дело не в том, что он был очень странный человек. Ну, я имею в виду, естественно, Александра Дюма отца. А дело в том, что он страдал бессонницей, и его личный врач предписал ему, чтобы хоть как-то заставить его ложиться спать, предписал ему вот такой ритуал делать каждое утро. И бедный Дюма отец, понимая, что придется вставать в 6 утра, брать яблоко, одеваться, топать до триумфальной арки, там это все есть, потом возвращаться, спать ты уже не захочешь, потому что ты уже походил. Вот бедный Александр Дюма отец был вынужден ложиться раньше и хоть как-то регулировать распорядок своего дня. Ну, смотрите, три кружочка лимона, примерно столько же. Ну, вот апельсин я чуть потолще порежу. И я еще, знаете, как делаю в таких рецептах, таких чаях, как вот, кроме того, что, ну, там уже даже не влезет. Два кружочка будет апельсина, и еще вот так вот отжать сок апельсина рукой. Потом корень имбиря, но имбирь тонкими, как можно тоньше кружочками, тонюсенькими. Ой, сейчас палец отрежу. Давай! Вот такими кругляшочками. Теперь надо нам включить, вскипятить чайник. Давай, 100 градусов, родной. О, моргает. Дорежем еще два кружочка, и хватит. Чем тоньше нарезан имбирь, тем лучше он с первого раза отдаст свой аромат, вот свой вкус. А если вы делаете заварку такую вот на подольше, ну, то есть один раз заварили, потом целый день добавляете воду и пьете, тогда имбирь, наоборот, лучше резать потолще, покрупнее. Ну, собственно, здесь уже все понятно. Высыпаем изюм. Вот у нас два, я не знаю, как это назвать, семечка стручка кардамона, 4-5 гвоздичек, каркаде. Каркаде здесь немного больше, так сказать, для цвету. Палочку корицы ломаем. И примерно столовую ложку сахара. Теперь это все нужно залить кипятком. О, спасибо, родной. Есть 100 градусов. Ну вот, у меня получилось фруктов, как говорится, начинки больше, чем сам френч-пресс. Ну, смотрите, во-первых, вот самый мой любимый процесс. Во! Здесь цвет уже красный, здесь еще нет. Поехала! Больше всего я люблю, честно говоря, вот так давить. Мне очень нравится сам процесс. Вообще, надо дать настояться, конечно, подольше. Ну, ладно, я для примера. И используем реально как заварочный чайник. Разбавляя. Но, единственное, я бы вот еще добавила тогда чуть побольше сахара. Ну, раз заварка-то. Заварка должна быть сладкая. Ой! Вообще-то вкусно. Волшебный практически чайник. Ну, нам потребовалось где-то порядка получаса, чтобы запечь нашу бледную калорию. Причем последние 10 минут я убавила огонь с 220 где-то до 180 градусов, чтобы снизу молоко выпаривалось, а сверху не пригорела наша калория. Как-никак она бледная. Хотя, вот увидите, цвет имеет самый что ни на есть загорелый. Горячо. Все-таки одну варежку надо оставить. Теперь нам, пока она еще горяченькая, нужно посыпать ее тростниковым же, опять-таки, сахаром. И можно еще немного сбрызнуть молоком. Вообще-то, честно говоря, строго говоря, нужно дать ей остыть минут 20, а то и 30. Но сейчас вот как-то хочется уже показать вам, как это все дело выглядит в разрезе. Поэтому терпеть уже, конечно, сил никаких нет. Поэтому я сейчас сразу отрежу кусочек горячей, его извлеку. Но предупреждаю, когда извлекаете горячее, оно, как правило, что делает? Ломается. Так, нет, надо все-таки взять лопатку. Как-то лопаточкой оно сподручнее. Вот такая у нас получается запеканка. Вот с этого куска, кстати, пробовать я и начну. Вот с этого как раз бачка вот здесь вот попробовать и начну. Сахар у меня. М-м-м! Слушайте, а вкусно! Такое нечто среднее между запеканкой, овсянкой и печенькой. Но для печеньки слишком мягкое и нежное. А для запеканки там какие-то, такая карамелька. И такие... Ой, слушай, интересно. Пойдемте к доске посмотрим, что нам потребовалось, чтобы приготовить нашу бледную калорию. Итак, нам нужно было одно яблоко, овсяные хлопья, стакан, 50 грамм изюма, 3 столовые ложки тростникового сахара, сливочное масло столовая ложка, корица полстоловых ложки, немножко мускатного ореха, чуть-чуть соли и стакан молока. А в заключение хочу рассказать кошмарную историю. Однажды в одном европейском городе в дом ворвался грабитель и, наставив пистолет на няню, потребовал вынести ему все ценности. В это время двое семилетних малышей, воспитанников этой няни, принесли ему копилку и попросили дядю грабителя забрать все их сбережения, только отпустить любимую няню. Грабитель был так растроган этим фактом, что покинул дом, не взяв ничего. Друзья, пускай какие бы передряги ни случались в вашей жизни, они всегда заканчиваются хэппи-эндом. А с вами была ваша немаленькая Вера Зощенко. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok